Что ты чувствовала, вы чувствуешь сейчас, когда ты подняла сцену? Олера, главный редактор журнала Pink Украина, ну ты написала мне такую фразу, и если она захочет, то нас типа здесь не будет. Главный редактор Vogue, все уже знают эту скандальную историю. Будем поднимать сцены до тех пор, пока они начнут отсеиваться. Я просто человек, уже сказала, как звезда какая-то. Меня добавили в команду позже всех. Вот он, бабский коллектив. Я бы застрелилась. Там дешевле, отлично, идите. Расскажи мне о ее гардеробе, что ты там увидела? Я сейчас сижу в пижаме на диване, меня зовут поговорить про бизнес. Все нормально в этом мире? Когда ты перейдешь на цифру 3000 долларов, тебе тоже станет скучно потом. Ну что, пришло время нам посмотреть и узнать, как же дела у нашей Ольги, коуча по английскому языку, собственно, с ее командой. Потому что, как мы знаем, команда из девочек – это адская команда. Может быть, они вообще все переругались. У меня сегодня для девчонок много сюрпризов. Я думаю, что этот выпуск будет очень интересным. Так что, поехали! Так, девчонки, вы сегодня все невероятно красивые. Вы знаете? Спасибо. Мы сейчас с вами. Яна, давай начнем с вас все-таки. Расскажи, пожалуйста, о том, как прошли эти три недели, которые вы были вместе. Наша с Олей общение происходило так. Это такой онлайн-разбор гардероба был. Оля очень трудолюбиво отфотографировала содержимое своего шкафа. И потом мы создали в Пинтересте доску Оле посвященную, и там поделали папочки, что сжечь совсем. Расскажи мне о ее гардеробе. Что ты там увидела? С моей точки зрения, Олин гардероб был слегка легкомысленный. Самая вот, если у меня какая-то яркая вспышка в Олином гардеробе, Оле было очень много коротких юпок. Оле несколько пар джинс. К синим джинсам бежевые кофты. Эту историю узнает любая девушка, потому что как бы это беспроигрышный вариант, тут нельзя ошибиться. Оле много украшений. Украшения она любит, но направленность украшений мы тоже немножко поменяли, потому что все-таки ее украшения были не универсальными, не базами. У нее было очень много таких бубенчиков, монеток, такой боха стиль, который к концепции современной деловой женщины он немножко не лепится. Что ты сказала вообще выбросить? Вот ужаснуло тебя то, что вот этого вообще нельзя иметь девушкам в гардеробе. Это был розовый, ярко-розовый шелковый шарфик. Не шелковый, из органзы шарфик. И на нем были пришиты розовые блестки. Этими из розовых блесток были цветочки. Подружка из Турции привезла. Из Олиных вещей мы составили, если мне не изменяет память, три комплекта мы составили очень красивых. Из них два Оля применяла на фотосессии, к которой она потом попала к Марине. Один она не смогла выгулять, потому что не успела по времени и мы не влезли в рамки. И, естественно, после этого Оле был составлен даже не список покупок, а такой наглядный. Я открывала именно сайты популярных магазинов, которые есть практически в каждом городе. И именно оттуда были скриншоты конкретных моделей, чтобы ей было легче прийти в магазин, консультанту показать и сказать мне вот такое. И таким образом мы два дня потратили на шопинг. Оля обошла не один магазин, много селфи с примерочных, и мы сформировали очень хорошие луки. Вещи мы выбирали такие, которые будут компоноваться со всем, чтобы это был гардероб-конструктор. Еще до этого мы обсуждали, не знаю, вы заметили все или нет, цвет волос Олен. Конечно, мы заметили. Мы заметили, да. Оля, ну ты помолодела, посвежела. И в целом, вот я сегодня старалась не анализировать тебя по сережкам или по пиджаку или по обуви, но в целостном, когда я тебя увидела со стороны, это была вообще другая Оля. Это была Оля, которая мне бы было стыдно заплатить тебе мало денег. Ну то есть это не выглядела как Оля, которая... Потому что внутренне тоже произошли изменения уже. Расскажи, пожалуйста, как тебе было вообще какому-то человеку, незнакомому фотографировать свой гардероб? Он тебе говорит, твой шарфик фу. Ну, там может быть более корректно, да. Это, прости, хорошие классные юбочки, ну давай их оставим куда-нибудь сбоку, да. Там вот это, я понимаю, насколько это дискомфортно. То есть меня до сих пор от этого просто коребит, когда вот я представляю, что кто-то сейчас зайдет. Просто я понимаю, что я буду убить. Как тебе вот это сотрудничество, все эти походы по магазинам, изменения цвета волос и то, к чему ты пришла? Ну, я, конечно, понимала, что меня ждет критика, как и комментарии в ютубе, и здесь, и со стороны вашей, и команда, и так далее. Это нормально, я все нормально воспринимаю. Да, где-то внутри был дискомфорт, и так далее. Но в какой-то момент произошел щелчок, и я поняла, что если я не доверюсь девочкам, то как бы ничего, собственно, и не получится. Я реально благодарна моей команде. Каждая из девчонок, они классные специалисты в своей сфере. И самое главное, что мы, общаясь с девочками, ну, как бы не затоптали меня, ну, как бы меня саму, что для меня было важно. И в то же время мы попытались внести коррективы, вот, чтобы быть такой, которая интересная, да, для потенциальных там студентов в будущем. Мы сегодня пришли в гости кавалерии. Для меня вообще это стало, знаешь, таким открытием, и я решила привести девчонок к тебе, потому что Лера главный редактор журнала Pink Украина, Лере 25 лет. Лера только что родила второго ребенка. Я изначально хотела привести девочек к человеку, который много общается с разными очень известными людьми и так далее, дабы попросить тебя дать какие-то рекомендации, советы в отношении построения своего личного бренда, как себя вести в социальных сетях, потому что ты очень классно пишешь. Пару слов затронуть о твоей истории, да, потому что для всех, кто смотрит, и, ну, у нас существует сейчас два момента. Если ты хочешь там что-то из себя представлять, увольняйся с работы и иди становись предпринимателем. Но в то же время мы видим очень классные кейсы, когда ты можешь расти внутри классных компаний, делать то, что тебе нравится, зарабатывать деньги, рожать детей, да, то есть тоже, потому что многие как говорят, ну, если детей рожать, то как бы нет, уже с работы меня как бы выпихнут. Поскольку я знаю, тебя вообще когда назначили главным редактором именно печатного издания? В июне. То есть твоему ребенку сколько было? Ну, два месяца. Вот. То есть давай вот пару слов. Я пришла в компанию «Издательский дом Вавилон», будучи фрилансовым автором. Более того, я пыталась выиграть конкурс с текстами. Отправила его тогдашнему шеф-редактору сайта. И мне не ответили. Я подумала, что я бездарность. Но я нашла в соцсетях Ульяну Бойко. Она сейчас занимает пост главного редактора официей. Тогда она занимала пост главного редактора журнала «Пинк». И я ее попросила прочитать. Она прочитала. Я оказалась в проценте тех людей, чьи сообщения она открыла. Вот. И она меня пригласила на такую мини-стажировку. Я приходила, может быть, раз в месяц в редакцию на планерке, какие-то предлагала свои идеи и уходила писать. Писала я два текста в неделю. Вообще, за какой-то минимальный гонорар. Но, на самом деле, для меня денежный фактор тогда вообще не был важен. Я тогда родила первого ребенка. И мне казалось, что я просиживаю дома штаны. До этого я работала в транспортной компании с 9 до 6. Вот это все стандартная история. Но тогда я сидела в декрете. Мне хотелось дать себе шанс вообще самовыразиться. Я начала писать. Ну и, собственно, вот прошло где-то два с половиной года. Вот я здесь. Я не стеснялась работать за минимальные деньги. Я не стеснялась делать то, что не входит в мои обязанности. Просто сейчас вижу у молодых ребят есть такая штука, что если меня назвали SM-менеджером, значит, я SM-менеджер, который получает 20 тысяч гривен и постит фотографии, и пишет вот такие вот текстики, и все. Мне кажется, что человек, который хочет чего-то достичь, он должен выходить за рамки названия себя. Потом я стала главным редактором сайта, шеф-редактором. Год мы с командой проработали. Когда я родила второго ребенка, я себя обещала уйти в декрет навсегда. отдохнуть, никак не самореализовываться. Но в этот момент мне предложили стать главным редактором журнала. Я как бы понимаю, что вселенная хочет мне что-то сказать, я согласилась и вот, собственно, занимаюсь теперь и декретом, и журналом. Ну, как ты оцениваешь сейчас свой гардероб новый? Я думаю, что я буду продолжать покупать вещи по рекомендации Яны. Я, то, что я купила за этот период, я влюблена. Так, супер. Марина, расскажи, как с твоей стороны все происходило. Потому что, Марина, ты была недовольна чем-то. Давайте я хочу вскрыть этот момент, он важный, потому что вы работаете командой, и я подозревала, что команда – это непросто. Что начнутся какие-то свои заковырки, вы взрослые все, вы все достаточно яркие, у каждой есть свое направление, каждая в себя верит, видит себя как-то, и у тебя были недовольства по поводу того, что ты себя в команде как-то чувствовала некомфортно. Тебе казалось, что, Оля, что это было? Это было не лично там мое недовольство, что это просто было внутри команды какие-то были моменты, они были общие вопросы. С чем это было связано? Ну, скорее всего, с организационными моментами процесса работы, и непонимание, насколько нужно действовать, либо вот здесь надо так, либо не надо, и непонимание того, к какой точке мы должны прийти по окончанию. Вы не могли поговорить между собой? Нет, мы разговаривали между собой, и поэтому я написала уточнить какие-то моменты, но у нас не было конфликтов, скандалов, либо там разногласий, чтобы мы прям там... Ну, ты написала мне такую фразу, что Оля считает, что она самая главная, она заплатила за участие в шоу, а мы все как бы должны на нее работать, и если она захочет, то нас типа здесь не будет. Ну, я не берусь цитировать, но смысл был такой. Нет, смысл был не такой. Да? Да. Дело в том, что в процессе переписки, то есть и Оле я зачитывала, и с Яной мы общались, то есть я написала такой вопрос по поводу, как должно происходить, то есть кто главный, кто решает процесс, остаемся ли мы в команде, либо наша услуга единоразовая была, и когда мы ее выполнили, то есть мы уже, ну, это вот эту съемочку приезжаем, а дальше нет. И я задала вопрос, чтобы уточнить у вас, как у организаторов, что будет происходить дальше. Либо же Оля, если заплатила деньги, то вот она как главная и решает. То есть мы у нее просто в подчинении находимся, либо мы развиваем свои личные какие-то моменты. Так, и что вы выяснили в результате? Ну, мы все вместе общались, в этом курсе были, ну, не только я, то есть там или вы конкретно. Что вы поняли в конце концов, что Оля главное в подчинении? Нет, после этого мы все обсудили, мы пообщались, то есть я услышала вашу сторону, ну, то есть, ну, девочки в курсе были этого разговора, мы созвонились с Олей, потому что произошло недопонимание вот этого момента, потому что произошел момент такой, что якобы я нажаловалась, либо еще что-то, говорит, Оля, меня, говорит, наругали, говорит, кто вы, кто это, кто это? И поэтому мы это все выяснили, мы обсудили, и тогда нам уже была более четко видна стратегия, что да, мы двигаемся вот в этом, в этом, в этом и направлении, и как бы все вот эти вот разноклассия, они как бы совершенно нет. Я очень важно проговариваю это, потому что очень часто, когда мы начинаем работать в команде, будь это партнерство, а в данном случае у вас это партнерство, то есть потому что в партнерство всегда нужно заходить с двумя моментами. Первое, это то, что я могу дать проекту, да, ради которого мы собрались, второе, то, что я могу взять с этого проекта. Это очень важно, вот эти две стороны, это нормально, когда точно так же, как в межличностных отношениях, что я могу дать этому человеку, потому что, ну, партнерство, оно подразумевает это, то есть чего мы хотим в принципе, какой вот, вот что мы с ним хотим, почему мы вместе вот находимся. Да, вот у нас его сникло вот этого вопроса. И второй момент, это то, что я хочу с этого получить, и это тоже нормально, когда каждый должен это понимать. И очень важно, когда собирается какая-то команда, два партнера, а вас вот сейчас вообще четверо, да, очень важно уметь это проговаривать. Яна с тобой тоже работала? Да, мы после съемки, я рискнула спросить, а как я одета? Еще в прошлый раз. Да, все ли хорошо, потому что, ну, я понимаю, что я давно работаю на съемках, там, с журналами, в этом процессе кручусь, но ощущение того, что вот, а может, я где-то вот по весу там не так, потому что вот поправилась у меня, ну, плюс 30 килограмм за короткое время, это для меня было прям, и поэтому я какое-то время покупала себе вещи, но это, знаешь, вот так заходишь, о, мой размер есть, окей, я беру, но это я так думала. И поэтому, когда я задала Яну вопрос, она сказала, да, вот это круто, вот это классно, потом я показала фотографии, и она говорит, вот здесь вообще супер, и я понимаю, фух, значит, все у меня классно. И вот это вот такой момент уверенности о том, что действительно я красивая. И уже выходя, вот я была на, Маша Евросийна приезжала к нам на мастер-класс, и там было вот, собирались все девушки-кременчуга. И вот если я раньше бы зашла, и я как-то где-то там была бы не уверена, то тут я прям зашла, я прям купалась вот в этом внимании, у меня было столько комплиментов, и я думаю, да, Янка сказала, что классно, значит, я классная. Давайте Юлю представим. Про съемку давайте вот. А, ну давай, уже не хочется, уже все же, и про съемку, давай про съемку, хорошо. Да, Яна подобрала луки, и я визуально попросила Олю, чтобы она скинула, что подобрали. Время, конечно, оставалось вот у меня за ночь придумать, где это будет, потому что немаловажно было эти луки адекватно представить в адекватной среде, то есть, чтобы это не было... А Оля приезжала в твой город? Да, Оля приезжала ко мне. В Кременчуг. Мы решили первую съемку провести в моем городе, потому что я более ориентировалась по локациям, по местности, что этот лук можно вот здесь, а этот лук вот здесь, в пальто мы идем вот здесь гуляем. Также мы совместно обсудили внешний вид, то есть макияжи, укладки, все это, то есть продумала. Съемка проходила очень легко. Были какие-то моменты, конечно, стеснения, какие-то такие первые шаги Оля, но в принципе я достала вот ту позитивную, яркую, открытую девочку, она такая вот на самом деле, и вот она как сидит вот здесь такая скромненькая такая, но на самом деле это очень открытый, классный человечек, и съемка прошла очень круто, мы в конце прям уже сели в кафешечке, такие, ну как все классно, сейчас мы девчонкам отправим, как мы там съемку делаем. Оля, как тебе Марина, как профессионал? Только честно, мы ее поменяем. Слово легко подходит. Так, мы сейчас небольшую экскурсию, Лера нам проведет, мы посмотрим, как выглядит пинг изнутри. А вот и мы, не работающая редакция. Это всегда так, да, когда выпуск сдается, никого уже нету. Ну да, здесь сидят два журнала, и тут сидим мы пинг, а здесь икс-кс. Да, уже судя по картинкам, понятно. Письмо. Здравствуй, мой любимый пинг. Да, кстати, до сих пор люди пишут. Да? Да-да. Ну то есть это миф, что люди больше там не пишут в редакции, или мы сами это пишем. Нет, люди. Как журнал Мурзилка мы писали. Да-да-да. То есть тоже, да? Здравствуй, дорогая редакция. Честно говоря, мой мудборд это вот. Ага. И там что, краса? Там ореховый дониш. Вот, я очень люблю, ну то есть я всегда работаю с кофе и с какой-то вкусняшкой. Диета для мам. Да. А, ну и собственно, извините меня, ну как бы inspiration. Ага, то есть ты вдохновляешься стильными штучками от Ксении Собчат. Да. Класс. Это наш выпускающий редактор Юлия. Здравствуйте, Юлия. Вы всех выпустили? Да. Да, мы сдали номер. Свеженький будет, да, скоро? И еще раз, кстати, мне очень нравится, если говорить о бизнесе, что все всегда представляют, что если что-то делается, то сидит обязательно 500 человек и вот это все делают. На самом деле, всегда классные штуки делаются такими командами, оптимизированными, и все остальные просто внештатники, фрилансеры. Фотографы, как я понимаю, они работают с разными изданиями. Да, да, правильно. То есть оптимизировать свой бизнес, это еще раз показать, что можно выпускать. Сейчас какой тираж вы выпускаете? 75 тысяч. Я слышала о твоем амбициозном цели. Да у меня много этих амбициозных целей. Но ты хочешь увеличить тираж. Я хочу увеличить тираж, но в данную секунду я хочу, чтобы этот тираж запоминался каждым выпуском и продавался до последнего журнала и выходил на какие-то более понятные площадки, чем просто прилавок в Сильпо. Например? Ну, чтобы, во-первых, его запоминали в социальных сетях, в онлайне. Я хочу, чтобы расширялась зона дистрибьюции. И, кто знает, может быть, мы вообще за пределы Украины выйдем, когда-нибудь. Хотелось бы каких-то твоих рекомендаций в отношении проявления себя. Как стать заметной? Как правильно в твоей позиции все-таки заявлять о себе? Я, что касается личного бренда, очень осторожна. И когда я по работе общаюсь с кем-то, кто хочет, чтобы мы взяли у него, у этого человека интервью, я понимаю, что в первую очередь, чтобы продвигать свой личный бренд, нужно, чтобы этот личный бренд был. Ну, то есть, чтобы у человека что-то было, о чем рассказать этому миру. И о чем вы можете рассказать не так, как рассказывают об этом, в конкретном случае про английский, да, это, по-моему, другие. Как продвигать себя? На самом деле, мне в этом плане чуть-чуть повезло, потому что, ну, я нахожусь на такой должности, когда ты уже не можешь забить на соцсети, ты не можешь просто выставить в сторис, как ты только проснулась и не хочешь там идти на работу или кушаешь Биг Мак. Ну, я себе позволяю такие штуки, но на самом деле каждый раз я уже начинаю задумываться, черт, это посмотрел там бренд-менеджер какого-то там бренда, не буду называть, какого, но я постоянно проверяю, смотрит ли она. Вот, и я уже начинаю думать, наверное, стоит удалить. Во-первых, нужно определить аудиторию, на которую ты ориентируешься, а во-вторых, нужно определить, о чём это будет. В моём случае я вижу, что у меня заходят тексты о материнстве и у меня заходят тексты о моей работе. У меня был пост, который очень зашёл, и я потом получала много сообщений в личку, когда я писала о конфетах Рошен, я рассказывала, что у женщины на самом деле могут быть очень разные состояния, состояние коровка, состояние ромашка и состояние эсмеральда, извините меня, у меня тоже бывает, и даже состояние рачки. Мне понятен контент, который понятен всем вокруг. То есть, когда человек узнаёт себя в том, что он прочитал, это по-любому зайдёт, это наберётся хранение и репост. Не могу в них хайпануть на теме. Главный редактор ВОК в Украине, да, сейчас, все уже знают, эту скандальную историю был словлен, да, как бы на том, что он на редакторскую статью, оказывается, списал у другого редактора, причём 12 лет назад. А сегодня ночью, кстати, ещё одну нашли. Ещё одну? У неё же? В этом последнем выпуске. Как вообще ты считаешь, вот это же такое, мы говорим о том, что и в соцсетях-то не очень удобно, когда за тебя пишут кто-то другой. Я очень часто говорю о том, что ну лучше напиши как-то коряво и научись, но это будешь ты, чем это, кто-то будет за тебя другой. Как вообще ты считаешь вот эту историю, как такое может быть, когда самое главное о своём послании, свой месседж главного редактора к своей аудитории, мне кажется, это вообще такое удовольствие, такой сок. Ну вот как для меня, я себя представляю главным редактором, это же самый жир, написать вообще то, что точно люди прочтут, там дофига всех. Как такое может быть? Почему это происходит? Во-первых, я из тех людей, которые считают, что не нужно учиться писать, если у тебя эта каторга, это занимает у тебя 3 часа и реально не получается. Я просто человек, который когда-то я отвечала всем, кто присылает мне текст. Я просила, переделайте план, перепишите здесь, а тут давайте оборотики, тут давайте поделим вот это ваше предложение на 3 абзаца на 30 предложений. Но это реально не работает. И если мы говорим о продвижении бренда, бизнеса, то тут лучше заплатить копирайтеру, чтобы я, кстати, лично помогала писать некоторым. Лучше заплатить, если это бизнес-страничка, которая должна в первую очередь приносить деньги, а не удовольствие, то я вот за то, чтобы нашли копирайтера, дали людям работу, заплатили, это кто-то сделал хорошо, и ваш бизнес процветает. Что касается Оли Сушко, мне сложно комментировать, потому что у меня есть некая солидарность. Я пишу сама свое слово редактора, но я вам сейчас честно признаюсь, я его пишу в такой последний момент, вот когда вот просто вот меня выпускающий редактор, он достает арбалет, вот так, и на меня смотрит и говорит, ты не выйдешь отсюда, пока ты не напишешь слово главного редактора. Мне ее жаль, вот по-человечески, мне жаль, что это произошло. Я не знаю, существует ли этот фрилансер. А у меня вопрос к тебе, если бы это была ты, например, что бы ты делала? Я бы уехала в Катману. Ну, я бы застрелилась. По Юле, вот она как только попала к нам в команду, она сразу же включилась в работу, прям как директор. Она прям начала вот так, девочки, что уже было сделано так, вот здесь надо вот это, здесь надо вот это, а фотосессию надо, говорит, вот так и вот так вот провести. А мы такие сразу, ой, а что происходит? Что-то раз команды. Да, кто-то команды, ты вообще кто? Мы тебя вообще не видели ни в живую, ни по скайпу. И так сразу восприняли немножко, ну, в такой, почему я должна вот тебе отчитаться? А Рома, мы уже все продумали, мы уже все сделали, как-то так сразу. Но потом, когда уже было первое общение по скайпу, и я была на съемках, не смогла, девчонки, Юлька классная, Андыка простая. Она такая, говорит, не так вот, как она. А еще вот смотришь на аватарку, а ты такая там, знаешь, прям высокомерная сперва. Высокомерная сперва. А у меня не было времени зайти в личный аккаунт и посмотреть, ну, кто из этого человека. Вот судили, судили вот по первой вот этой фотографии, а потом зашла, грубо такая девочка хорошая. А потом уже как бы с себя общаться. На самом деле, очень крутой специалист, и мы все прям прислушиваемся тоже. И все делаем. Я пару слов, потому что перед нами стала задача, после того, когда мы поняли, что человек, ну, как бы, начал изначально себя вести не так, как нам хотелось, мы поняли, что нужно менять. И перед нами стала задача найти другого человека. И я перебирала, ну, какое-то количество анкет, естественно, думала, смотрела, и меня привлекло, привлекло в Юлю то, что она сказала, ну, то есть она не написала, что она СММ-специалист, а нам нужен был человек по, ну, который разбирается в соцсетях. Но мне очень понравилось то, что она написала о своем бренде, и я посмотрела ее аккаунт, я посмотрела, что это все выглядит достойно. И то, что она написала, я хочу поделиться своим опытом, вот, то, как я это делаю, ну, как бы, то, каким образом я продвигаюсь. Я подумала, что это очень ценная вообще вещь, когда у человека есть опыт, уже есть свой бренд, есть свое лицо. И, ну, для меня это показалось гораздо более ценным навыком, чем просто опция того, что я умею что-то куда-то писать. Юля, давай расскажи, пожалуйста, о себе для начала, давай, чтобы люди понимали, чем ты занимаешься. Я дизайнер Нижнего Этелья. Я создала свой бренд, ну, около 4 лет назад, и основная площадка по сей день работы, это Инстаграм. Я веду свой личный Инстаграм, веду Инстаграм своего бренда, но сейчас акцент делаю только на бренде, внедряю туда личный бренд. Ну, как бы, я никогда... Решила объединить эти вещи. Ну, скажем так, да, я никогда не пряталась за брендом, для меня быть в соцсетях, это как бы гармоничь. Ты активно продаешь через Инстаграм? Да, конечно, когда поменялась структура, когда Инстаграм выкупили, продажи, ну, десятки раз уменьшились, очень сильно, но, как бы, тут или ты меняешься вместе с Инстаграмом, да, или тебя нет. И, в принципе, я прочитала такую фразу, что на сегодняшний день, если тебя нет в Инстаграме, тебе в принципе нет. Я могу дополнить, мы много, вот как раз мы вчера с Сережей тоже были на одном ивенте, и много об этом слушаем, смотрим. Я не могу сказать, что это точно про Инстаграм, потому что у каждого есть своя какая-то платформа, но то, что если вас нету в онлайне, то как бы вас нет, особенно, если мы говорим о больших городах, то это правда, или, по крайней мере, вы себя лишаете огромной доли рынка. Расскажи, пожалуйста, о своих заслугах, что тебе удалось сделать за эти четыре года со своим бизнесом? Я считаю, есть талант писать хорошо. Что нужно писать, чтобы продавать? Нужно, первое, это общаться с людьми на равных. Надо общаться, вот писать, как подружки. И вот чем проще ты пишешь, чем проще ты используешь слова, тем глубже они поступают человеку в разум, в мозг. И нельзя писать каждый пост «Я продаю», «Я делаю», «Купи-купи». Ну, это об этом все говорят, но все равно магазины не понимают этого, мне кажется. Если у тебя есть цель продать, ты должен лояльность человека получить, а для этого ты должен что-то дать. Дать пользу, дать развлекательный контент, научить человека чему-то, какой-то лайфхак, пошутить. Ну, то есть, если ты серию постов планируешь в неделю, то из семи только два должны быть о твоем продукте. то есть, ты должен человека влюбить в себя, и потом он уже влюбится в твой продукт. как бы, это, мне кажется, что это всем понятно, но, по факту, это не так. Окей, давай теперь к Коле вернемся. Что, по Оле, ты предложила, что вы сделали, какие у вас есть результаты, какие у вас планы? Да, вот Марина вступительную часть обо мне сказала, теперь я со своей колокольней. Меня добавили в команду позже всех. Я вообще, как бы, хотела, ну, немножко в другую, там, ближе к моему делу, но я, ну, как бы, понимаю, что мои знания и опыт можно к любому делу применить. Вот, поэтому я с руками и ногами, я на эмоциях такая вся довольная. Девчонки, привет, я там, вот мой личный аккаунт, вот мой рабочий аккаунт, посмотрите, давайте знакомиться. Тишина. Так не было, давайте знакомиться не было. В этом вопросе написала. Так, Юля, а чем вы тут занимаетесь, чем вы тут полезны? Нет, я, ну, я, будет приятно познакомиться, вот, вот пролистай, вот посмотришь, вот он бабский коллектив, сучки. Не, мне понравилось, как Юля включилась в работу. Она, прям, стратегия такая, так, Оля, сегодня это, давай вот это сделаем, я делаю так, не так, давай вот так. И мы сейчас работаем над Инстаграмом. Мы ничего не удаляли, чтобы была возможность пролистать и посмотреть, посмотреть перемены. Ну, конечно, там ни про какое УТП, ни про маркетинг, ни про СММ, ну, в Инстаграме вообще речи не было. Ну, это была личная страница, да, это личный профиль, обыкновенный, стандартный, как у 90% людей, через который ничего, понятно, не продавалось. У нас вообще цель полностью сделать, ну, как бы, Инстаграм-каналом продаж. У нас буквально за пару дней, вот как вышел, первый пост вышел, он должен быть, был постом знакомства, где я планировала, что Оля расскажет о себе, но, 10 фактов Юля ждала, не 10 фактов, а у меня пошло откровение какое-то. у нее такой открылся поток, она написала вот такой пост, и пишет, ну как, я пишу, типа, о, все, молодец, она, ты шо, я только начала? Я говорю, разобьем на несколько, и обратная реакция была неимоверная. Там обычно, там 20-30 лайков, под этим постом сразу 120, куча комментариев, люди включились. Мне начали в личку писать и участники, и те, я вас у Ермиловой видел, у вас все получится, мы за вас держим кулачки. Да, поддержка колоссальная, да. И даже те, которые писали мне комментарии, что я какая-то там где-то не такая, потом писали, Оля, мне сложно разговаривать, может, вы посоветуете, как мне разговариваться на английском? Да, мы прям все наблюдали за этим процессом, потому что каждый вложил же в этот пост, в эту фотографию, в этот образ, и мы такие, ого, ого, Оля присылает нам скрины, ой, мы прям в статистику, все наблюдали, было очень интересно, первый вот этот вот выход нашего, какого-то совместного результата. я не вижу, как все остальные учителя делают, ну, как бы, учить английском в постах нет смысла, как бы, человек, его это напрягает, ему же надо вдуматься, ну, как бы, вот этого вот не будет, мы именно на этом и сыграем, Оля будет писать о нужности, о важности, как его применять, зачем это вообще нужно, ну, то есть, ну, вот как эксперт, экспертный блок. Очень классная команда, мне ваш пример сейчас очень симпатичен, нравится, я очень рада, я рада, что вы пережили вот этот момент, какой-то небольшого недопонимания, что вы все это всковырнули, это говорит о вас, как о зрелых личностях, это говорит о вас, как о классных специалистах, в которых я не ошиблась. Скажи, пожалуйста, есть ли возможность попасть в глянец, наверняка этот вопрос их интересует, не на коммерческих условиях, например, если ты не звезда. Ну, если вы сейчас полистаете в нашей странице, вы там звезд найдете один-два разворота, поэтому, конечно, есть. Что надо делать? Надо дать что-то этому миру, чтобы рассказать об этом. Надо написать нам, как минимум, свою историю. Допустим, в номере, опять же, о принятии себя, у нас было интервью с девушками, которые вообще не испытывают сексуального влечения. И это были абсолютно неизвестные никому девочки. А как вы ее нашли? У нас есть такие стори-хантеры, скажем так, авторы и интервьюеры, они практически каждый день летают на просторах социальной вселенной. А может быть, есть у вас какой-то имейл, да, но опять-таки, смотрит какое-то количество людей. Понятно, что там далеко не все гениальны и интересны, но в то же время всегда есть какой-то процент, которым, возможно, будет вам интересен. Да, да. Да, мы сможем оставить? Конечно. Вот, тогда мы под видео обязательно под видео оставим. Мы написать можно вопрос, написать так, чтобы вас заметили и чтобы вы действительно что-то дали интересное, потому что, естественно, что глянец, как и телек, ищет всегда то, что будет актуально. Я тоже созрел вопрос. Лерочка, скажи, пожалуйста, у каждого человека, кто хочет и стремится развиваться, в определенный момент приходит такое ощущение, что ты можешь стоить больше, и ты опираешься на то, что о тебе говорят твои клиенты, мои ученики в данной ситуации, если про меня говорить. И я чувствую, что как бы перехожу на следующий уровень какой-то очередной. И вот этот вот поиск УТП и желание улучшить свой продукт, чтобы ты действительно отличался, я как бы понимаю, чем я отличаюсь. Мне хочется вот с точки зрения твоего личного опыта посмотреть. Скорее всего, у тебя тоже была такая ситуация, когда ты задавала себе вопрос, а чем я отличаюсь от других, что я могу миру показать такого, чтобы прочитали и сказали, во, класс. Мне кажется, что когда человек, вот человек сидит, и у него внутри рождается мысль, да я лучше всех. Это всё, это законченный человек. Человек, который в себе не сомневается, это человек, который не будет развиваться. Я постоянно думаю, что я написала плохо, я перечитываю свои тексты миллиард раз, посты удаляю, загружаю заново. Это происходит постоянно. Знаете, когда меня приглашают на лекции, я всё время думаю, зачем? Просто что я могу сказать этому человеку, который придёт, а вдруг он до этого был на другой лекции, а там был какой-то лучший лектор, а вдруг я скажу то, что и так всем понятно, а вдруг я буду, не знаю, ты точно главный редактор. Ну, я просто человек, который, боже, сейчас сказала, как звезда какая-то. В общем, да, мне кажется, это нормально, это двигатель прогресса, сомневаться в себе и в своих силах. Сейчас такое обилие пишущих людей, хорошо пишущих, что, как бы, каждый раз, в каждом разбираться у кого что уникальное, конечно, очень сложно и невозможно. но если вам, если ученик, который к вам пришёл один раз, приходит к вам ещё раз и ещё раз и ещё раз, а потом вам кто-то звонит и говорит, мне вас посоветовали как классного учителя, даже если это один раз произошло или два раза произошло, ну, чёрт подери, значит, всё получилось. И так же и у меня, когда мне написали по поводу того, чтобы встретиться здесь, я сначала мужу сказала, что, подожди, я сейчас сижу в пижаме на диване, меня зовут поговорить про бизнес. Всё нормально в этом мире или нет? Ну, как бы, я считаю, что не сомневаться в себе, это слишком эгоистично и самоуверенно, но если к вам приходят, если к вам обращаются за помощью, а у вас профессия, которая помогает людям, значит, это лучше. Так, ну что, у меня новый модный аксессуар, причём, с которым уже живу, боже, не дай бог соврать, вообще, с 1 ноября я живу, друзья, с этой сумкой. И вы наверняка помните о том, как мы ходили к Фудекс в гости и, в общем, смотрели, как работает бизнес эксперта здорового питания. Ну и, в общем, стыдно, конечно, такое говорить, но тетя Оля поправилась, поправилась и никак не могла сбросить свои килограммы, решила обратиться к Свете для того, чтобы она мне помогла, ну и, в общем-то, проверить, работает это или нет. Итак, что происходит? Каждое утро мне приносят вот такую сумку. Я записала себе время с 7 до 8 утра ко мне приходит курьер, и я сейчас как собака Павлова, потому что как будто мне звонят в дверь, у меня сразу вырабатывается слюна, я бегу скорее за своей сумкой. Итак, что здесь? Здесь мы уже, я съела своих два завтрака, у меня сегодня, сейчас вам расскажу, значит, 5, вот здесь вот у меня 5 коробочек, бывает 6, бывает всем по-разному, но здесь есть такой рацион, вот, смотрите, значит, сверху написано, вы питаетесь с Фудекс еще 18 дней, еще 18 дней, есть шансы, что я похудею. А здесь мы рацион на день, и каждый день это такая лоперея, потому что я смотрю, о боже, что я буду есть, и, собственно, мой колораж на ту программу, которую мы себе поставили. Я поставила себе программу похудения, здесь, как вы помните, есть программа на поддержание веса, на набор мышечной массы, диетические какие-то там столы номер 5, 10 и так далее, и, в общем, я таким образом ем. Что прикольного? Я хочу обязательно этим поделиться, вот так выглядит моя еда, она запакована, вот это мой сегодняшний полудник. Посмотрите, девочки, какое количество орешков, сейчас я вам даже скажу, значит, вот в этом количестве орешков в 15 грамм 100 калорий, вы меня слышали? 100 калорий. Я сейчас питаюсь в среднем от 1000 калорий до 1200 калорий на понижение веса. Какие результаты? Минус 3 килограмма за 11 дней. Вот такие результаты. Сейчас я скажу, так, куда дальше? Еще совсем чуть-чуть, больше не буду, обещаю. Так вот, что прикольного? Во-первых, прикольно то, что первые дни страшно тяжело. Тяжело, потому что твой мозг постоянно в истерике. Во-первых, он говорит, что мне нельзя даже чашечку лакте, что мне нельзя даже чего-нибудь. И что интересно, то, что когда мы питаемся и хотим похудеть, и мы питаемся на глазок, а я не умею, например, считать калории, для меня это кошмар, а мы наблюдаем такую картину, что вроде бы я стал есть меньше, гораздо, я уже как бы вообще страдаю даже от того, что ем, да я ничего не ем, но вес как бы остается стоять. Вот здесь очень классное упакованное предложение в том, что ты просто ешь из этих коробочек, и ты стабильно каждый день теряешь массу тела, и это, конечно, для меня фантастически круто, потому что не надо ничем заморачиваться, и несмотря на то, что твой мозг изначально находится в состоянии шока, потому что рука-то тянется, холодильничек, детки кушают, детки говорят, что-нибудь дай маме покушать, и когда ты жаришь блинчики, конечно, сложно этот блинчик не съесть, но это очень круто. И я вам могу сказать, что здесь очень крутая вещь в том, что ты просто делаешь то, что тебе говорят, и получаешь результат. Если бы каждый из нас мог добиться в своем продукте такого же эффекта, когда мы говорим, вот просто делай это, и ты сто процентов получишь этот результат, это было бы мега, мега классно и круто. Через недельку я уже привыкла, и уже в принципе я даже испытываю кайф, потому что когда, особенно на выходные дни, мы идем куда-то с детьми, и начинаются эти мучения, что заказать, там очередь, и ты приходишь в какое-нибудь место и пытаешься найти что-нибудь здоровенькое. Кстати, даже любимые салаты Салатейра, обратите внимание, тоже у нас есть о них выпуск, очень классные, здоровые, но колораж в среднем у одного салата такой же, как у всей этой сумки на день. Это просто было для меня шоком, просто, а мы едим салатики, думаем, что же такое, что же нам не худеется. Поэтому обязательно, если вы следите за собой, обращайте на это внимание. Сейчас, если я чувствую нормальным человеком, потому что, в частности, вчера, когда Сергей искал, что себе поесть, дети искали, что себе поесть, и в итоге дели вареники, я просто достала свою коробочку, чудно пообедала и прекрасно себя чувствовала. Поэтому, я обязательно поделюсь с вами результатами, могу просто сказать, что очень классная эта тема, и что в бизнесе я точно так же советую вам искать такие решения, которые бы могли помочь вам упаковаться и сделать так, чтобы вы могли 100% гарантировать людям результат, при условии, что они будут делать то, что вы им говорите. Ну, а в Фудекс я в очередной раз шлю Свете поклон, я каждый день Свете пишу о своих результатах и о словах благодарности, потому что это мега круто, когда ты делаешь что-то и не думаешь, там, получится результат, не получится, как это обычно бывает, мало кто может дать гарантии, а ты его 100% получаешь. Поэтому, если хотим похудеть перед Новым Годом, во время Нового Года или после Нового Года, или вообще хотим быть классными и здоровыми, очень рекомендую хотя бы это попробовать. Ну, а я съела два завтрака и жду своего обеда. У меня, кстати, сегодня белковый день, у меня сегодня на завтрак омлет, на обед омлет и на ужин омлет. Офигеть! Ау! Задание было записать черновой вариант мастер-класса, то, что лично меня касалось, и поднять цены. Было не совсем легко, потому что... Про цены? Про цены. Сначала про цены. Почему? Потому что я совсем недавно начался новый учебный год, сезон, и я немножечко уже, как бы, подняла, и со многими у меня был разговор о том, что я так... Ну, часто я не поднимаю цены и всё такое. Я в какой-то момент это всё переваривала, я определилась для себя, что на 50% я подниму на индивидуальные занятия, и потом, опять-таки, да, как будто какой-то щелчок произошёл, что я понимаю, что я уже давно должна была это сделать. Почему я этого не сделала? Я тупо, спокойно сообщила об этом людям. Конечно, не всем это понравилось. Меня очень поразил разговор с некоторыми клиентами, родителями, что они сразу, как бы, вроде недовольства своё высказывают. И разговор заканчивается тем, что мне говорят, вы классный преподаватель, и потом мои посты репостят на Facebook, я вижу. Ну, в итоге получается, что несколько человек заплатила наперёд по старой стоимости, там, месяц, полтора месяца. Остальные не проплачивали, но и не сказали, что уходят, потому что у них уже и так было проплачено. Если кому-то что-то не подойдёт, я к этому готова, у каждого человека есть свой выбор, они вправе выбирать, остаются, они со мной доверяют. Они же могут остаться в группе у тебя где-то? Ну, там, где это возможно, я, конечно, предлагала соединиться в группу, вот, но у многих там какая-то определённая программа, свой учебник, там, где это нереально, то, конечно, ну, посмотрим. Возможно, кто-то отсеется, пока не ушёл никто. Но нам нужно всё равно кого-то отсеять будет, потому что тебе нужно освободить время для того, чтобы ты набирала группу. Будем поднимать сами до тех пор, пока они начнут отсеиваться. Что ты чувствовала, вы чувствуешь сейчас, когда ты подняла цену? Я начала себя больше ценить, вот, и даже если мне говорят, а вот смотри, вот здесь дешевле, мне всё равно. Мне реально всё равно, потому что я знаю, что завтра, если мне нужно будет подготовить кого-то к экзамену, я буду ночь не спать, я найду все материалы, я сделаю всё возможное, потому что я это люблю. И это меня отличает от всех остальных, от того, у кого дешевле, у кого дороже, мне всё равно. Там дешевле, отлично идите. Мне реально всё равно, это такое классное ощущение, что я раньше на это обращала внимание, а сейчас вообще всё равно. Я понимаю, что я просто буду дальше расти, развиваться. Привет всем друзьям, с вами Ольга Меняйлась, сегодняшний мастер-класс будет посвящён теме «Как заговорить на английском легко за два часа в неделю». Хочется немножко про себя рассказать, чтобы вы понимали, с кем вы имеете дело. Сегодняшний мастер-класс вам даст возможность разобрать очень важные вопросы, чтобы даже сказала проблемы. Итак, поехали. Самая большая проблема это нехватка свободного времени. Я реально получаю удовольствие и от изучения языка, я каждый день продолжаю его изучать и от того, что я его преподаю. Я очень хочу, чтобы вы получили от меня этот импульс. Мастер-класс, смотри, ты мне прислала два видео. Цель мастер-класса вызвать у того человека, который его смотрит, какие-то инсайты. То есть, это бесплатный мастер-класс, через который потенциальные клиенты будут превращаться в тех реальных клиентов, которые хотят у Оли учиться. То есть, это мастер-класс, по сути, который продает тебя, продает какую-то твою систему, твою программу, твою уникальность какую-то. И, естественно, для того, чтобы человек захотел к тебе прийти учиться, он во время этого мастер-класса должен увидеть какую-то твою уникальность, твой профессионализм, получить какие-то инсайты, которых у него раньше не было. у него на протяжении этого мастер-класса должен сразу произойти какой-то сдвиг в голове, сдвиг в чем-то, что это легко, что ты его научишь, он должен поверить, что это произойдет с ним, когда он будет у тебя заниматься. Правильно? Да. Ну и что, из чего ты сходила, когда это записывала? Ну, я пыталась соблюдать структуру, что было непросто, потому что информации много, чтобы не было каши какой-то. Ну и рассказала, исходя из своего опыта. У меня вопрос к девочкам. Вы смотрели? Да. И что вы можете сказать? Да, они дали рекомендации. Дали, было много критики, ну, кроме похвалы, тоже много. И по содержанию чуть были замечания, и по... Ну, мы понимаем, что съемка это была, конечно, любительская, но... Ну вот по содержанию, если бы вы увидели этот мастер-класс, вы бы поняли, что Оля, специалист в английском направлении путешествий, у вас бы произошли какие-то инсайты, вы бы сказали, вау, так английский, да, на него не нужно много времени. Мы бы с Олей рекомендовали дать больше конкретных каких-то лайфхаков, каких-то фишек, которые захотелось бы сейчас прям записать блокнот, и себе там проговаривать, включать что-то. А так это была такая больше водичка. Да, это была не просто больше водичка, это была полная вода, полная хрень, кол, ты с этим заданием не справилась. Вопрос не в том, когда ты снимала, вопрос в том, какое содержание в этом было, и какой эффект это произвело. Я смотрела несколько мастер-классов в своей жизни, после которых я покупала, как правило, в 12 ночи, потому что я заснуть не могла, потому что перла, потому что все, мне казалось, что я теперь английский уже знаю, я его уже почти на 90% выучила. Поэтому с вот этим заданием ты сейчас не справилась, это то, на чем сейчас, девочки, нужно очень внимательно сконцентрироваться. И мы сейчас создаем продукт лид-магнит, так называемый, продукт, с помощью которого, это касается каждой из вас, слушаем внимательно, с помощью которого человек полностью погружается в тему и понимает, глядя на тебя, что ему нужно срочно свой шкаф весь перевернуть, что-то выбросить, он уже что-то сам может быстренько создать, и он в эту тему включается. Наша задача человека включить в свою тему каким-то образом, создав вот такое видео, где там, не знаю, 10, 20, 30 минут, час, на самом деле оно может быть очень длинным или очень коротким, в зависимости от того, насколько это интересно будет, потому что, если это интересно, люди это смотрят от начала и до конца. И вот твоя задача именно не уговаривать человека, объяснять, что у тебя есть время, ну ты можешь, ну ты, это фигня. И задача, чтобы он понял, что он уже чему-то научился, пока он смотрел это видео, он его выключил, а уже знает больше, чем знал до этого. Я не понимаю, смотри, ты выбрала свое как бы уникальное предложение для путешественников, английский для путешественников. Зачем ты рассказываешь, не знаю, сколько там минут, очень долго человеку, что у него, он всегда может два часа в неделю найти для того, чтобы заниматься английским. когда мы выбираем себе УТП, вот очень часто, выполняя сейчас задания, кстати, у вас спрошу по поводу ВАУ-продукта, я сейчас проверяю задания у девочек, и у многих вижу одну и ту же тему. Мы как будто бы что-то делаем для того, чтобы выполнить задание и как в школе получить оценку. То есть мы не задаемся вопросом, а зачем мы это делаем, для чего это, ведь каждое задание, оно должно на что-то открывать. И вот ты придумала себе УТП, да, ну не придумала, создала, сказала, я буду сделать это для путешественников. Соответственно, твоя задача, чтобы те люди, которые путешествуют, они уже и так понимают, что им нужен этот английский язык. У них задача, как его быстро выучить, кто их быстро этому научит. И вот тебе не нужно их уговаривать, рассказывать, они уже хотят. А смотрите, вот по поводу целевой аудитории, а если это люди, которые, может быть, еще не путешествуют или там мало путешествуют, они должны понимать, что это их потребность, они должны понимать, для чего им английский язык сейчас нужен. Ты так или иначе не должна переживать, ты будешь цеплять людей разных. Вот я не хочу половину аудитории, ну не половину, но там процент, который я цепляю, который пишет мне какой-то Г, я их не хочу в Ютьюбе у себя видеть. П**тер идите. Но они все равно цепляются, понимаешь? Раз за разом, раз за разом, какая-то зараза мне начинает писать, ты не так оделась, блин, ты не так обулась, блин, а я обожаю, когда они мне это пишут, потому что я страшно люблю позабиячиться, понимаешь? Потом вы зачем-то не отписываетесь, а пишите прости, удаляйте. Зачем вы пишите прости? Вступайте в комментарии, в дилеммы какие-то. Нет, с тута убегают. Понимаешь? Так вот, все равно к тебе будет цепляться разная аудитория, но люди должны понимать, что ты в этом специф. Например, мне может быть сейчас не нужен английский для путешествий. К примеру, я сейчас никуда не еду или вообще считаю, что мне не нужен, но если я вижу у тебя классный какой-то МК, я тебя запомню поэтому, понимаешь? Я тебя запомню. Я могу потом сказать, слушайте, Ольга, вы такая клевая, а мне надо шоппинг, мне для путешествий сейчас не надо. Но понимаешь, ты должна в чем-то выделиться, ты должна в чем-то меня зацепить. Я скажу, Ольга, а можно у вас вот другую тему прокачать? Я понимаю, что вы не по этой теме, но вы мне так понравились в этом. Или я просто на тебя подпишусь и подумаю, блин, вот я начну путешествовать, вот у меня появится мотивация, потому что, ну сейчас я не хочу, не готова. Я по-любому на нее. Мы же очень многих людей сохраняем в копилочку, точно так же, как стилист. Сейчас на Яну подпишется большое количество людей, которые сегодня к ней не обратятся. Ну а Яна у них будет таким вышлистом. Может быть они скажут, когда у меня будут деньги или когда я буду делать шоппинг или когда-нибудь, вот в какой момент Яна выстрелит, неизвестно. Ну, для них. Но они будут ее уже все. То же самое с Мариной. Они скажут, да, хочу фотосессию, сейчас у меня нету денег, я сейчас сильно толстая, худая, у меня сейчас нету бизнеса, у меня сейчас того костюма нету, я поменяю цвет волос, блин, весна будет. Но человек тебя уже заберет в копилочку, понимаешь? Чем больше мы эту копилочку накапливаем, мы ведь вам говорили, что ваза клиента вот очень важна. Есть люди, которые у нас покупают через 7 лет. 7 лет меня смотрят, посмотрите мой инстаграм, как часто люди пишут, я вас читаю 6 лет, 5 лет. Это же правда. Да. Так было. Не будем показывать пальцы. Вот. Да. Если ты прописываешь портрет целевого клиента, а я не зря дала тебе тренинг проходить вау-продукт, там есть очень четкое задание описать своего клиента. И описывая своего клиента, если ты описываешь его правильно, то момент времени для него один из самых важных и дорогих. Момент времени. У него нет времени долго что-то выбирать и разбирать. Люди такого плана принимают решение очень быстро. Быстро. Все быстро. Может быть, даже кто-то им это подбирает. Быстро. Люди не ковыряются долго, не смотрят. Им все должно быть очень четко, понятно. Почему фотограф выбирается, фотографу нахрен не нужны тексты на сайте дорогому. Нужна картинка. Все, пришел, увидел, да, окей. Я уже по всем этом мы разбираемся. То же самое тут. Человек должен понять, что ты тот, кто ему нужен, а не то, что ты его будешь уговаривать. Он не будет это смотреть. Это разрез целевой аудитории. Почему я говорю? Обязательно свой портрет нужно очень четко. Как он думает, сколько времени у него есть, где он живет. Когда ты понимаешь, как этот человек думает, ты сразу понимаешь, что не будет это смотреть. Не будет. Точно так же, как когда ты, например, прописываешь себе портрет, у тебя лакшери, там, клиент, который у тебя только в первой линейке, да, брендится. Понятно, что не будет смотреть, как ты рассказываешь, как из манго, из ары что-то соединить. Ну, к примеру, если он в чистом виде, вот ты решила супер-пупер-вип. То есть, потому что пока мы не создадим продукт, нам нужно дальше настраивать рекламу, дальше нам нужно показывать, что ты мастер, показывать на деле. Мы тебя уже шоу, замечательно. Мы начинаем писать, мы начинаем привлекать, а теперь нам надо чем-то кормить людей. Плюс нам нужно понимать основные продукты, которые дальше будут. Что ты дальше им будешь предлагать? Ты правильно сказала, что в конце мастер-класса хотелось уже сказать об основном. Что это будет? Ну, я так думаю, что у меня уже существуют, да, материалы, курсы, те же видеоуроки заснятые, плюс там фильмы с разбором субтитров, но ввиду того, что я сама меняюсь, я хочу уже и свой продукт менять. Я думаю, что в следующий период до следующей съемки я буду дорабатывать продукт, пересматривать все, буду что-то менять, Не забывай о том, для кого этот продукт. Это новый продукт для тех людей, которые путешествуют. И твоя задача сейчас создать что-то и прописать сетку, какие еще могут быть варианты. Потому что это могут быть потом варианты и по странам, я не знаю, и по каким-то музеям, там еще что-то по-разному. Это может быть. Но сначала тебе нужно создать ключевой продукт, пройдя что, человек сможет уже реально увидеть, что да, класс, не стало в пять раз легче. Я приехала, чувствую себя лучше. Меня вот, знаешь, что смущает? Меня смущает, конечно, у тебя очень сильный акцент, вот такое вот, вот это шоканье. Ну, реально меня смущает, потому что мы же, ну, допустим, если смотрят в Украине, то, наверное, мало кого это будет смущать. Мы привыкли, что тут многие люди так разговаривают. Если это будут смотреть, ну, ты же хочешь расширять аудиторию, работать там на Россию, на Белоруссию, там на другую русскоговорящую аудиторию, и это людям будет очень сильно, сильно смущать. Вот. Ты предлагаешь поработать над этим? Я предлагаю тебе украинский акцент поменять на английский. Чтобы ты разговаривала по-русски с английским, с чисто американским акцентом. Я в конце занятий говорю вкольница, вкольница или что-нибудь такое. Вот это говорю, конечно, это капец. А вы слышите это? Я предлагаю поискать человека, который может Оле в этом помочь. Есть такой человек? Ну, это быстро аж не исправляет. Это прям девочка? Это еще влияет, кто со мной рядом, в каком окружении. Самое главное, это то, когда ты начинаешь это фиксировать. Первый шаг, это то, когда ты начинаешь это слышать, фиксировать. Ты можешь говорить еще неправильно, но ты уже слышишь, что ты говоришь неправильно. И затем в течение месяца-двух ты можешь очень сильно, очень сильно продвинуться. Нужно в этом направлении работать, потому что это сразу село. Это село. Понимаешь, человек, который живет в Москве, он никогда к тебе не придет учиться, потому что это село. Ну, так будет восприниматься. Да, над этим нужно говорить, над этим нужно работать обязательно. Вот я хочу, чтобы ты помечтала. Давайте, наверное, такое задание тоже выполним. И давай его сделаем, выполним интереснее, давай сделаем мудборд того, куда ты метишь. Такое, девочки, без скромности. я хочу вот это увидеть. А сейчас наша задача создать первый твой ключевой продукт, который включит в людях интерес. Ты должна людей включить. Человек должен это увидеть и включиться. Он должен захотеть переслать это своему другу, поделиться. Посмотри, прикольно, классно, вау, интересно. Не думайте, что гениальность это вот быстро все. Вот иногда где-то быстро, быстро начнется тогда, когда ты точно поймешь. Ты сейчас в поиске себя. И прекрасно, что ты уже очень хорошо выглядишь, замечательно. Прекрасно, что у тебя уже есть девочки, которые тебя формируют. Потому что для личного бренда важно изначально реально себя почувствовать. Когда ты поменялась, у тебя начинают выдаваться совсем другие идеи. Можно я спрошу? Ну, правильно ли я понимаю, чтобы, возможно, направить как-то. То есть, Оля, я и тебя спрошу. Возможно, есть страх, повышая цены и предлагая новый продукт, стать ненужной тем, кто раньше покупал. Потому что вот это было в моей работе. То есть, я на протяжении 15 лет, то есть, 10 лет своей карьеры и становления себя я пыталась угодить клиентам. И он меня покупал и тыкал носом. Вот и будет вот так, и вот так. А ты снимай вас при таком свете. И только вот 5, на протяжении 5 лет, вот который, вот я сейчас работаю, этого цикла творческого, то есть, уже я диктую, как я хочу. И они идут уже ко мне, потому что я вот такая. И прежде чем прийти ко мне на съемку, я ее четко режиссирую, я четко говорю, что если вы хотите получить классную фотосессию, нужно сделать вот это, вот это и вот это. И для меня тоже было страхом повысить цены, либо сказать, что будет вот так. Потому что я художник, и я так вижу. Это действительно повысило и мой уровень, и ценность меня, как фотографа. И люди уже понимают, что они только у меня могут сделать вот такую вот сказочную фотосессию в таких постановках. И поэтому, как бы, я уже теперь не боюсь. Я теперь понимаю, что я вот так делаю. И люди конкретно хотят меня. И поэтому и Оле тоже мы доносили, что... Оле, ты правильно говоришь, но вот я хочу сделать помарочку. У Оли, скорее всего, вся эта клиентура полностью отвалится и придет другая. Вот так и произошло и у меня, да. То есть просто сейчас... Мне никто не рассказывает, как преподавать. А дело не в этом. У тебя же сейчас... Вот ты сейчас занимаешься с учениками, еще с кем-то. У тебя не будет этой аудитории. Если ты поменяешь свой продукт и возьмешь позиционирование, то это уже будет не твоя просто клиенты. Потому что сейчас ты репетита. Ничего страшного. И пришли, причем новые, крутые, которые прям ценят. Помечтай, пожалуйста. Увидь себя по-другому. Это может быть и должно быть очень интересно и увлекательно. Потому что поверь, когда ты перейдешь на цифру 3000 долларов, тебе тоже станет скучно потом. Ну, ты просто начнешь пиджаки покупать дороже. Правда? Там еще что-то, все. Деньги точно так же уйдут. Это вообще не вопрос. Очередная порция эмоций после съемок с Ольгой и Сергеем получила массу полезных советов, критики, как всегда. Буду продолжать работать над собой, в команде с девчонками, продолжать развиваться. Я больше всего в восторге от того, что мы крутая команда. Мы 4 совершенно разных девушки, которые работаем в разных направлениях. Мы настолько органично смогли соединиться и друг друга продвигать, что это очень здорово так с кем-то объединяться, кооперироваться и идти к своим результатам. Сегодняшний день показал то, что мы действительно двигаемся в правильном направлении и есть еще над чем работать. Нам дали новые задачи, но уверенности и сил и вдохновения появилось только больше благодаря сегодняшней встрече с нашим экспертом Валерией, главным редактором журнала ПИНК. Особенно я, в частности, поняла то, что неважно, сколько тебе лет, неважно, кто ты по статусу, как и какой у тебя точка старта, если ты хочешь, твои мечты точно сбываются, мы продолжаем двигаться и наши результаты будут все больше и больше и круче. Так, ну что, друзья, мне кажется, что нашей Оле очень повезло с командой и, конечно, я вас, как всегда, попрошу написать свои комментарии, потому что со стороны всегда виднее. Понравилось ли вам, как изменилась Ольга? Обязательно зайдите на ее страничку в Инстаграм, посмотрите, напишите рекомендации, только, пожалуйста, давайте без вот этого всего просто поддержите человека и если что-то можно улучшить, то обязательно об этом скажите, потому что и для Оли, и для девочек это будет ценно. Кстати, подписывайтесь и на девчонок, потому что они тоже очень классные спецы, я сейчас наблюдаю за Яной, которая ведет интересный такой аккаунт, где учит девочек правильно одеваться, дает рекомендации. Марина большая молодец, у нее очень красивый профиль, поэтому поддерживайте всех наших девочек, всю нашу команду. Ну и я, в свою очередь, конечно же, не могу вам не напомнить о том, что уже совсем скоро, 19 ноября, стартует онлайн-марафон, который называется 30 денежных действий. Мне кажется, что в своих социальных сетях я уже все рассказала о том, почему этот марафон вам будет крайне полезен. Могу сказать только одно, если вы туда не придете, вы однозначно потеряете деньги. Включайтесь, нас уже около 150 человек, и количество участников растет с самых разных стран, городов, мы есть отовсюду, все, кто говорит на русском языке, уже вместе с нами. Так что переходите, пожалуйста, по ссылочке, которая внизу здесь, уже я не помню, где эта ссылка должна быть, и читайте всю информацию, и присоединяйтесь к нам, поскольку стоимость в этот раз очень смешная. Одно действие, один доллар. Смешно, чашка кофе-латте уже начинает дорожать, кстати. Ну, я пойду продолжать работу, потому что у нас сейчас ее очень много, скоро окончание года, и, конечно же, хочется, чтобы у каждого из нас оно было фееричным. Спасибо, что нас смотрите. Для того, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы все оповещения вам приходили, ну и, конечно же, участвуйте в наших розыгрышах, которые есть постоянно для тех людей, которые нас активно комментируют. Ну, собственно, пока!